Добрый день, друзья! Вот уже 5 лет цифровая история занимается просветительской деятельностью. Наш канал существует благодаря вашей поддержке. Если вы хотите поддержать наши циклы, например, видео Кирилла Борисовича Назаренко о морских сражениях, Бориса Григорьевича Кипниса об эпохе Екатерины II, мои лекции о Нюрнбергском процессе и преступлениях нацистов, вы можете сделать это на ресурсе sponsor.ru. Там есть специальная опция «Цифровая история». Вы можете перечислить сумму единовременно или подписаться на аккаунт. Тогда вам будут доступны наши ролики за некоторое время до их выхода на официальном канале, а также эксклюзивные материалы и бэкстейджи с наших съемок. Прочитать все подробности и оформить подписку можно по ссылке в описании. Большое спасибо всем и до встречи на «Цифровой истории». Здравствуйте, друзья! Это «Цифровая история» и с вами снова мы, Ксения Чепикова и Елена Браун. Здравствуйте, Лена! Здравствуйте! И сегодня речь у нас пойдет о популярном средневековом персонаже, правда, не историческом, а литературном, доблестном рыцаре Айвенга. Впрочем, вокруг него исторических персонажей полно. Почти все, наверное, читали книгу в детстве, в юношестве. Многие видели фильм и советский 1982 года, и англо-американский, кстати, тоже 1982 года, и какие-то другие, их много, да. И мы решили поговорить сегодня и о романе, и о фильме, и о персонажах с исторической точки зрения. То есть про какие-то там оружия, батальные сцены мы, может, не будем, не наша эта область, но вот исторический литературный контекст, между прочим, очень интересный. И, кстати, собственно, именно Вальтер Скотт считается основоположником жанра исторического романа. Но прежде чем мы начнем роман разбирать, наверное, стоит несколько слов о самом авторе сказать. То есть Вальтер Скотт, он действительно шотландец, то есть его фамилия переводится буквально, из Эдинбурга, сын состоятельного юриста, прокурора, и сам он тоже был юристом по образованию, имел адвокатскую практику, а увлечение его литературой началось с собирания старинных шотландских баллад и легенд, которые он потом публиковал. А еще Скотт занимался переводом немецкой поэзии, кстати, очень успешно. Потом, около 1800 года, он начал сочинять сам, получалось хорошо, он написал даже роман в стихах Мармеон, сочинял исторические поэмы, в которых пытался совместить атмосферу Средневековья с какими-то лирическими, модными тогда историями. Публике очень нравилось, такие стихи прекрасно продавались и обеспечили Скотту славу великого шотландского поэта. Ну, то есть вот для лучшего понимания, время его поэтического творчества, это примерно эпоха Наполеоновских войн, то есть 1805-1815, и вот так сразу легче себе представить, да, как выглядели и какой литературный контент ценили его читатели. То есть, да, это мужчины в лосинах, в треуголках, дама вот в этих платьях с прямым силуэтом и высокой талией, ну, хотя, конечно, не только они, ну, то есть вот вы представляете себе, да, Англия, времен адмирала Нельсона, Франция, времен Наполеона, Россия перед войной 12-го года и после. И вот в 1814 году Скотт пробует себя в прозе, анонимно публикует исторический роман Уэверли, действие, которое происходит во время восстания Якобита в 1780, нет, 45-го года, когда шотландские стюарты пытались вернуться на британский престол, свергнув, соответственно, немца Георга II из Ганноверской династии. Это такой один из эпизодов очень непростых отношений Шотландии и Англии. Главные герои – молодые люди, шотландец и англичанин, они становятся друзьями вот в этих реалиях восстания. То есть Скотт, он как бы прописывает вот эти объединяющие модели поведения в условиях вражды, и в конце даже англичанин женится на шотландской девушке. То есть любовная линия есть. Роман стал мегапопулярным, тираж там разобрали за два дня в тысячу экземпляров, это был июль, а до ноября напечатали еще четыре, то есть это был прям успех. Второй роман его – Гай Мэннеринг, на следующий год, в 1815, опять же про Шотландию, примерно тот же период, ну там 1760-80-е годы, тоже имел большой успех. На следующий год роман «Антиквар», его уже сразу напечатали тиражом 6 тысяч, распродали за три недели. В том же году роман «Пуритания», опять же о шотландской истории, «Вражда Пуритана и Рейлистов», потом «Черный карлик», потом «Роб Рой» в 1817, ну это был вообще успех, это национальный герой Шотландии. Действие происходит во время восстания якобитов частично 1715 года, то есть это начало 18 века. Ну там, понятно, издатели уже знали, что печатать сколько тираж, 10 тысяч раскупили за две недели, и все, Вальтера Скотта начали сравнивать с Шекспиром. Шотландцы были в экстазе просто. Год спустя «Легенда о Монтрозе», то есть о восстании Монтроза во время гражданской войны в Шотландии в середине 17 века, «Ламермурская невеста» – это уже такая любовная история, то есть он прям писал по два романа в год, но до сих пор писал о Шотландии, об истории Шотландии, которая тесно переплетена, конечно, с историей Англии. И потрясающий успех вот этих романов, он был обусловлен не только тем, что Скотт реально хорошо, ну вообще, насколько возможно это в его время, разбирался в шотландской истории, но и тем, что он всегда проводил параллели с современностью, то есть описывал в прошлом какие-то проблемы, которые волновали современную публику. Он в историческое повествование вводил выдуманных персонажей, и характер вот уже можно было прописывать как угодно, то есть там с историей особо не поиграешься, там как бы все заранее известно, а тут в этих персонажах читатели узнавали себя, свои какие-то проблемы, то есть истории вымысел максимально удачно переплетались, вымышленные фигуры действуют в реальных исторических рамках, и вот, насколько я понимаю, эту фишку первым в прозе применил Скотт, и за это его считают, в общем-то, основоположником жанра исторического романа. И вот в 1819 году, значит, он решил выйти за рамки шотландской истории, хорошо известного ему вот этого периода 17-18 века, и внезапно окунулся в историю Англии конца 12 века, в эпоху одного из самых знаменитых, пожалуй, английских королей, Ричардов, Львиное сердце. То есть роман вышел в декабре 1819. На книге стоит уже 1820, и так, кстати, до сих пор делают, если книга выходит, допустим, в декабре, да, так что не путайтесь, если видите разные даты. Да, вот и вопрос такой, то есть я читала, например, что Айвенга – это вот первый роман, вот этот, роман жанра своего вот этого исторического романа, но, с другой стороны, мы видим, что, ну, как бы там уже целый список шотландских романов открыли, написал вроде бы тоже про историю, вот, Елена, как вам кажется? Лично мое мнение в том, что Айвенга действительно имеет смысл стать первым настоящим историческим романом, потому что чего мы ждем от исторического романа в первую очередь? Мы, конечно же, ждем погружения в эпоху, причем в эпоху, не похожую максимально на время автора, не в какое-то недавнее прошлое, а во что-то гораздо более экзотическое, интересное, далекое, как, например, далекими и прекрасными в начале XIX века казались времена рыцарства, ведь это начинающаяся культура романтизма, это такое чрезвычайно трепетное отношение к Средневековью, оно, в принципе, для Англии-то уже не новость, романтизировать Средневековье начали гораздо раньше, когда оно казалось каким-то не просто прекрасным, но еще и немножечко ужасным, кровавым. Ну, давайте вспомним, например, XVIII век и знаменитого Хореса Уолпола с его первым романом ужасов «Замка Матранта», которым зачитывались, которого боялись, читатели даже писали Уолполу, что мы опасаемся ложиться спать после прочтения вашей книги. Конечно, современному-то читателю, избалованному и письменными произведениями такого рода, и фильмами ужасов «Замок Матранта» вряд ли сможет испортить сон, но, тем не менее, для нас важно подчеркнуть вот эту вот существующую традицию. Собственно, что было нового? Почему романы Скотта считаются историческими? Потому что в них основное внимание устремлено на то, чтобы попытаться, пусть с некоторой долей условности, пусть художественными средствами, но все-таки воссоздать прошлое, ну, условно, примерно таким, каким оно было. То есть это ведь достаточно новая вещь, потому что до Вальтера Скотта либо вообще с этим не работали, я имею в виду, писали о прошлом, но описывали настоящее. Ну, давайте я приведу еще один классический пример из Средневековья. Средневековый поэт Чосер в числе других своих произведений написал роман в стихах, поэму, называйте, как хотите, «Троил и Крисеида», посвященную Троянской войне. И вот там добрый рыцарь Троил сражается в честь своей прекрасной дамы Крисеиды под стенами Трои, где есть много других рыцарей, совершающих подвиги. И вполне очевидно, что к Троянскому материалу это попросту не имеет никакого отношения. То есть, либо разница в эпохах, костюмах, нравах просто игнорировалась, либо она была достаточно условной на уровне повседневных стереотипов из серии, что все знают, что в Средние века были рыцарские доспехи, ну, так давайте же облачим наших средневековых героев в доспехи, и все убедятся, что речь идет именно об этом каком-то промежутке времени. А то, что сделал Скотт, действительно был инновацией. Поначалу-то он далеко не удалялся, потому что первый его роман это всего лишь 60 лет назад. Он так и назывался, Уэверли, или 60 лет назад. А вот Вайенга была предпринята попытка воссоздать какое-то удаленное прошлое, которое к тому же было чрезвычайно эмоционально значимо для англичан, потому что нормандское завоевание это ведь последнее из завоеваний, которому подверглись британские острова, и англичане всегда воспринимали его достаточно эмоционально. Были норманисты, были антинорманисты, споры их не затихали весь XIX век. И вот мы-то с вами привыкли, почитав Скотта в первую очередь, что норманы всегда плохие, но это совершенно не факт, что так для Англии XIX века. Если мы откроем также переведенный на русский язык, хотя на порядок менее популярный роман Бульвер Литтона «Последний барон», он посвящен эпохе воинроса, и главным его героем является граф Уорик, создатель королей, то там напротив, с первых же страниц, ясно, что Бульвер Литтон преклоняется перед нормандским наследием. И вот «Последний барон» — это как раз комплимент, адресованный Уорику, то есть говорится, что он в своем величии, в своих подвигах похож на тех самых замечательных нормандских баронов, которых подарил нам XI век. Вот, пожалуйста, вам другая точка зрения. Но в любом случае общество восхитилось тем, что историю, оказывается, можно не то чтобы изучать, конечно, но хотя бы почитать вот в таком вот занимательном ключе. И успех был не менее потрясающий, чем у других романов Скотта. Вот, Ксения, вы уже приводили цифры, я от себя, что называется, а Лаверды такие же цифры. «Десять дней распродан тираж в 10 тысяч экземпляров». При этом стоила-то книжка не так уж мало. Полтора фунта. И это совсем не то же самое, что полтора фунта сейчас. Я не могу с абсолютной уверенностью переводить тогдашние фунты в современные, но говорят, что подорожал фунт примерно в 10 раз. То есть, соответственно, не дешевая была литература, но и, естественно, не все могли себе книгу позволить. Именно поэтому мы с вами в тех же самых романах викторианской эпохи так часто встречаем упоминания о том, что какая-то аристократическая фамилия собирает библиотеку, это семейное достояние, либо о том, что книги читают вслух, потому что она, естественно, одна на семью в лучшем случае. Но вот как бы то ни было, раскупили буквально как горячие пирожки. И до 1832 года, до ухода Скотта, было продано 6 миллионов копий. И это уже громадный успех, потому что буквально все хотели прочитать про рыцарей, про подвиги, про любовь в средневековом антураже. И, безусловно, этот роман, он даже стал толчком к тому, чтобы начали более пристальные историки изучать этот период, к тому, что популяризовали рыцари из средневековья. Естественно, мальчишки играли вплоть до современности, продолжают играть в рыцарей, прочитав Айвенга, ну или посмотрев фильм, что сейчас более вероятно. Кстати, книга Скотта, она ведь и потом перекочевала в жанр детской литературы к концу 19 века, и ее стали воспринимать как произведение для юношества. Но вот если к истории хочется привести конкретный пример, французский историк, знаменитейший Агюстен Тьери, тот самый, что написал замечательные рассказы о временах мировингов, где подробно рассказал о том, как короли вот этой вот первой французской династии друг с другом сражались, как они друг с другом воевали. Вот он же после знакомства с романом Айвенга попытался заняться и нормандским завоеванием Англии. И в итоге, в общем, написал книгу «История завоевания Англии норманами с изложением его причин и последствий для Англии, Шотландии, Ирландии, континентальной Европы от древности до современности». Вот это такое полное большое название, как было модно в 19 веке. Так что, видите, даже профессиональные историки оживились и окунулись в эпоху Средневековья. Мы с ними мысли на сегодня. Да, то есть 6 миллионов – это даже в наше время трудно найти автора какого-то исторического какого-то романа или исторической книги, кто 6 миллионов экземпляров своей книги продал. Ну, потрясающе. Действительно, это был огромный успех. Считаю, с переводами, потому что он, естественно, мгновенно расползся по Европе, был переведен в том числе и на русский язык, и у нас им восхищались безудержно. Да, то есть его, получается, юношество 19 века вот это вот все читала. И причем тогда это было для них не так, как для нас. То есть это, допустим, если его, ну, там, скажем, не знаю, молодые люди читали в середине 19 века или там в 40-х, 30-х годах. То есть это время, когда люди еще реально носили оружие, да, вот у них была на мундире там парадная шпага какая-то. Они там на дуэли сражались там пистолетами. То есть им это все как-то, наверное, казалось еще ближе, еще круче они себя могли идентифицировать вот с этими персонажами, да. Ну, да, немножко коротко напомним, да, что действие Айвенга происходит в 1194 году в Англии в правлении Ричарда Львиное Сердце, когда Ричард как раз вот возвращается из третьего крестового похода. Ну, точнее, из плена, да, потому что в крестовом походе правители европейские, как водится, все между собой перессорились. Причем Ричард, он как-то вот прям вот их общую нелюбовь снискал. И пошли разговоры, что вот бы он вообще не вернулся в Европу, да. И принц Джон, кстати, был с ними полностью солидарен. И вот Ричард возвращается с востока. После там каких-то многочисленных перипетий высадился близ Ракузы. Это Дубровник в Хорватии, любимый сегодня туристами. И там его поймали в декабре 92-го года вассалы австрийского герцога Леопольда, который не хотел жить дружно. И, ну, в итоге он передал, да, Ричарда германскому императору Генриху VI. Германский император потребовал выкуп 150 тысяч марок. Это был, ну, двухлетний доход английской короны, как пишут. Причем на долю Леопольда там всего 30 тысяч приходилось из этих 150. Да, и в итоге это огромная сумма. И в Англии всем налогоплательщикам было приказано дать четверть своих доходов для вот этого сбора средств на выкуп. И то эту сумму собрать не смогли, поэтому пришлось отправить императору 200 заложников. То есть мать Ричарда Леонора Квитанская, известный тоже, мегаизвестный персонаж средневековой истории. Она лично следила, чтобы все заплатили, потому что Ричард был ее любимым сыном, лично доставила деньги в Германию. И вот 2 февраля 1194 года в Майнсе на торжественном собрании Ричард получил свободу, его вернули маме, и мама повезла его обратно в Англию, где их ждали суперсчастливые подданные, из которых выкачали столько денег. Да, и вот события романа, они, по идее, должны происходить где-то в первой половине марта 1194 года, потому что Ричард, он пока инкогнито, а по историческим данным, он официально вернулся в Англию 13 марта, был радостно встречен народом тем самым, а уже в 20-х собрал солдат и пошел усмирять непокорных баронов. Да, но интересно, кстати, что Скотт пишет, что наши события относятся к концу царствования Ричарда, когда он только вернулся из плена. Но на самом деле это ровно половина царствования, скажем так. Еще у Скотта там лето, насколько я помню, в романе, причем, наверное, конец лета, потому что у них там тепло, шут, вам бы рвется куста вот эти незрелые орехи, но это ладно, это художественная вольность. И таких вольностей, кстати, в романе очень много, но, впрочем, ожидать от 1819 года прямо вот фактологической точности, наверное, было бы странно, но вот меня действительно зацепила мысль о тогдашней картине Средневековья. То есть откуда Вальтер Скотт брал информацию о различных бытовых деталях, о исторических событиях, какими книгами пользовался. И, собственно, что вообще историческая наука на 1819 год знала о том периоде. И другая мысль, ну, как мне кажется, тоже важная, только вот уже перечитывая в взрослом возрасте, немножко начинаешь разбираться, понимать, о чем этот роман, да. Вот. То есть у нас получается как бы вот, ну, наверное, три измерения, в которых можно разобрать. Во-первых, это реальные исторические события и, соответственно, соответствие реалий романа. Во-вторых, это представление об этих событиях во времена Скотта, то есть как историческая наука и публика их видела. И, в-третьих, это, наверное, уже наше восприятие романа, его героев, переработка художественная в сознании современного человека, в том числе в форме художественных фильмов, где вот, кстати, довольно сильно бывают измененные сюжеты, персонажи. Вот, Лена, скажите, вы по-любому читали этот роман в детстве, видели советский фильм, и вот теперь, готовясь к ролику, мы, соответственно, это все перечитали, пересмотрели. Вот поменялось как-то ваше представление о романе и о фильме, о персонажах? Знаете, удивительным образом поменялось, потому что в детстве я была горячей поклонницей Вальтера Скотта. Было довольно мало исторических романов в моей домашней библиотеке. Ну, как мало? Ну, естественно, я, как любой нормальный книжный ребенок, перечитала всего Дюма, которого можно было купить на макулатуру. Все мы этим в свое время увлекались. Перечитала еще что-то такое. Ну, вот и Вальтер Скотт со своим собранием сочинений тоже не избежал моего внимания. Правда, шотландские его мотивы меня заинтересовали не очень, а Венга, Квентин, Дорвард, естественно, какое-то время были моими фаворитами. И мне казалось, как и задумывал Вальтер Скотт, что это практически настоящая история. Мне были интересны все эти детали, вот как они там сидели, как ели, как одевались, как отличалась одежда представителей разных сословий и прочее, прочее. А фильм, нет, он, безусловно, показался мне прелестным, но не более того. А вот когда я посмотрела фильм и перечитала роман сейчас, ну, роман это из серии «Не надо приближаться к кумирам», их позолота остается на ваших пальцах, потому что теперь уже как историк я, увы и ах, невольно, но историки больные, люди, мы не можем спокойно что-то читать или смотреть. У меня взгляд цеплялся за разные несоответствия, коих в романе, разумеется, множество, их сложно ставить в вину Вальтеру Скотту. А вот фильм показался по-настоящему великолепным, потому что там просто сказка о Средневековье, ее даже не получается воспринимать профессиональным взглядом, это та мечта о благородном подвиге, о любви, о неких таких вот героических временах, ожившие на экране. И этого более чем достаточно, не говоря уже о песнях Высоцкого, которые производят неизгладимое впечатление, их, конечно, лучше слушать не в ранней юности, в доростковом возрасте, а чуть попозже, потому что тогда они воспринимаются гораздо глубже. Но дело даже не в этом, а просто в том, что как раз какие-то проблемы, замечаемые глазом историка в романе Вальтера Скотта, в фильме убраны, из-за этого история кажется не просто гораздо более нейтральной, она кажется гораздо более логичной. Давайте я одно скажу, то, что мне вот, что называется, при перечитывании романа резало глаза всегда, из-за чего враждуют Айвенга и Бриан де Буагельбер. Мне это было абсолютно непонятно, сколько я не пыталась в рамках романа установить причину их нелюбви взаимной. Ведь все, что Вальтер Скотт сообщает читателю, это то, что да, они встречались в Святой Земле, вроде бы про какое-то близкое общение, речи нет, и упоминается, что когда-то они противостояли друг другу на турнире, Айвенга победил, вышиб Бриана де Буагельбера из седла, правда, не то, чтобы его одолел по-настоящему, у рыцаря лопнула подпруга, то есть, это было не совсем такое, нет, не то, чтобы не честное поражение, но не факт, что история обернулась так же, если бы подпруга оказалась цела. И разве это причина для ненависти? Ну, допустим, Бриан-то мог почувствовать себя оскорбленным, но Айвенга-то? По какой причине он, движимый какой-то страстью, буквально вызывает Бриана на смертный бой, ведь между ними буквально ничего не было? Ну, я в романе, кстати, не заметила какой-то особой ненависти между ними, мне тоже показалось странным немножко этот эпизод, туда обидно, когда у тебя на турнире вот так вот лошадь, с лошадью такая неприятность случается, и все это видят, как ты падаешь, обидно, естественно, но при этом какой-то вот супер такой вражды лично, я между ними не заметила, это скорее, ну, наверное, их как бы, ну, даже не неприязненные вот такие отношения, неприятные, там, какие-то напряженные, не относятся, Вальтер Скотт отнес больше вот к главному конфликту, Романа, как он это описывает, ну, мы об этом еще поговорим о нем, то есть, о фильме, да, о фильме они все понятно сделали, о фильме действительно, но тут проблема-то в чем, понимаете, тут сам по себе факт вызова на смертный бой на турнире являлся событием абсолютно исключительным, потому что турнир вообще не для этого, если кто-то хотел друг друга, то есть, какого-то другого человека вызвать на поединок, да, это было, это регулярно происходило, и не только в 12 веке, но и в 13, в 14, в 15, но это назывался судебный поединок, когда кто-то обвинял другого человека в предательстве, государственных интересов, в каком-то подлом поступке и прочее, и прочее. я про то, что вот этот посыл Айвенга биться острым оружием и заявление, что все до смерти, он не находит какого-то подтверждения. Почему? Зачем? Отчего? Да, то есть, действия Айвенга как-то немножко действительно неадекватно выглядят, ну, в контексте романа, действительно. Нет, если бы они были объяснены, что там что-то между ними произошло, ну, это уже, знаете, тем, кто пишет продолжение по мотивам, авторские вариации, фанфики и прочее, прочее. Да, ну, вот у меня немножко другая ситуация, то есть, роман я читала уже так в относительно сознательном возрасте, ну, там в детстве, но там, не знаю, лет 10-11, он мне очень понравился, то есть, это была классическая рыцарская история, вот весь этот антураж, вот, вот, как вы говорите, как там они сидели, как они там, вот, прекрасная дама, какие-то там благородные поступки, да, ну, некоторые куски я пропускала как раз вот, где было про политику какие-то там, вещи, ну, они мне казались сложными, не очень интересными, то есть, самая классная рыцарская история, а фильм, вот, фильм, он как раз мой ровесник, и я его смотрела, когда он вышел, видимо, в слишком еще юном детском возрасте и почти не запомнила, то есть, он у меня ни с какими эмоциями не был связан, то есть, и сейчас, вот, можно сказать, я его нормально только первый раз посмотрела сознательно, и, конечно, сразу бросается в глаза, что фильм снят совсем в другой эстетике, современному человеку непривычный, то есть, вот, как звучат диалоги, строятся сцены, как они крупный план делают, на чем кадр задерживают, как актеры играют, и, да, вот, кстати, интересно, наши дорогие зрители, было бы узнать, молодое поколение, вот, кто, ну, скажем, кто родился после 2000 года, вот, если вы видели этот советский фильм, вот, напишите в комментариях, каким вы его увидели, вот, что вам бросилось в глаза, понравился ли он вам, вот, это интересно будет знать, потому что, да, для нас он немножко другой, да, и фильм, вот, да, как вы сказали, естественно, его нельзя считать историчным или историческим, все там показано очень условно, абсолютно рыцарская баллада в чистом виде, и, да, но с другой стороны, и в романе тоже, опять же, как вы сказали, много каких-то несоответственных, стыковых, каких-то ошибочек, да, исторических, но с другой стороны, Вальтер Скотт, насколько я знаю, уж не сильно, как бы, и заморачивался, то есть, вот, да, чем он, чем он пользовался, какими книжками, там, не знаю, каких историков читал, где он брал информацию для романа? Ну, конечно, не то, чтобы не заморачивался вовсе, в целом, он считался, даже отчасти, специалистом по средневековью, ну, например, в 1813 году в британской энциклопедии появилась статья Вальтер Скотт о рыцарстве, то есть, в общем, вполне солидно, где он собрал довольно внушительный фактический материал, и статья эта была воспринята с большим одобрением, даже профессиональными историками, ну, разумеется, хотя, конечно, термин профессиональной историки применительно к началу 19 века тоже не совсем корректен, ну, скажем так, признанные историки, ничего плохого про эту статью не сказали. Безусловно, с того времени историческая наука, она прошла огромный путь, и нынешние представления о правлении Ричарда Львиное Сердце радикальнейшим образом отличаются от того, что было в 19 веке, но действительно, Скотт готовился, хотя над романом-то работал недолго, он их писал как-то настолько быстро, что меня, как человека тоже пишущего, но очень медленно пишущего, обложит какая-то жуткая зависть. В июле начал, в ноябре закончил. Боже мой, это при том, что еще в июле чувствовал себя достаточно плохо, и начало романа вынужден был диктовать, не в состоянии был сам взяться за перо, и тем не менее, давайте посчитаем по месяцам июль, август, сентябрь, октябрь, вот неполных пять месяцев, с ума сойти. Нам бы так быстро писать такие замечательные книги. Что касается подготовки, то читал он работы по повседневной жизни, как раз то, что вот восхищало его читателей, все эти детали, быта, особенности, сравнительные жилища, саксонских, аристократов, нормандских магнатов, это все Джозеф Стратт и его несколько работ по истории повседневности, достаточно свежие, написанные в самом конце XVIII века, то есть он пользовался, что называется, новейшей литературой. Читал Роберта Генри историю Великобритании, Шерна Тернера историю англосаксов от древнейшего периода до нормандского завоевания, но это что касается историков, потому что с более древними текстами тоже знакомился, разумеется, не в подлиннике, эта задача вообще непосильная даже для многих практикующих историков на тот момент прочитать нечто в средневековом манускрипте, но тем не менее, средневековая баллада о Робин Гуде, которая, как мы знаем, у него появляется на страницах и играет достаточно заметную роль, они как раз недавно к тому времени были опубликованы, собраны Джозефом Ритсоном и с ним Вальтер Скотт общался, то есть, что называется, имел сведения из первых рук. Чосера, конечно же, читал как некую такую энциклопедию средневековой жизни. Вообще, средневековые баллады собирал, и вот, например, история обеда Ричарда Львиное сердце или ужина, наверное, правильнее, в келье монаха, это такой вот средневековый бродячий сюжет, то есть, можно сказать, что фактически исторический источник, то есть, с одной стороны, очевиден легендарный характер этого рассказа, того, что такого не было, потому что такого не могло быть по определению, но, тем не менее, в народной памяти этот эпизод остался и был Вальтером Скоттом зафиксирован, в общем, даже более или менее близко к тексту. Читал он также рассказы о духовно-рыцарских орденах в 1623 году, переведенных на с французского языка, там, правда, не то, чтобы уж совсем современные документы, да и тамплиеры у него показаны несколько фантастично, как, впрочем, остальные монахи, но, тем не менее, с материалом знакомился, претензий нет, но, разумеется, по современным меркам мало всего, да и схема у Вальтера Скотта была совершенно другая, вот вы, Ксения, абсолютно справедливо отметили, что у него главные герои в его шотландских романах где-то вне схватки, это вообще его исследовательский прием ввести неисторического главного персонажа, который не принадлежит ни к одному и ни к другому лагерю, является какой-то примеряющей силой и на его примере показать не просто со стороны этот социальный политический конфликт, а в том-то и прелесть, что если главный герой, за которого мы болели вне схватки, то он как бы смотрит на происходящее нашими глазами. Получается, читателю поставить себя на место рыцаря Айвенга или леди Равенны и прочувствовать всю их историю. Да, вот так действительно проще. Еще я, кстати, слышала, что он Фруасара читал, то есть он пишет это в одном из писем, что я читал там хроники Фруасара, хотя Фруасара у нас 14 века, но это такой очень авторитетный автор по части Столетней войны, да, вот ее начального этапа. И есть у него одно такое письмо сейчас, вот полагаю, что поведение и внешний облик моих героев заслужит немало упреков со стороны лиц расположенных строго разбирать мою повесть, это мы, учитывая нравы того времени, когда жили ее герои. Возможно, я ввел мало таких бытовых черт и поступков, которых можно было бы назвать явно современными, но с другой стороны, возможно, я и смешал нравы для двух или трех столетий, приписал царствованию Ричарда явления, имевшие место либо гораздо раньше, либо значительно позже изображенного времени. Я утешаюсь тем, что ошибки такого рода ускользнут от внимания среднего читателя. Те же читатели, которым их обширные научные изыскания позволяют строго судить мои промахи, проявят известную снисходительность именно в силу понимания всей трудности моей задачи. Вот. Ну, мы, собственно, да, и проявляем снисходительность, потому что задача действительно трудная была на там, на 1819 год, да, то есть все как-то описать, потому что, ну, действительно, то есть он еще упоминает, по-моему, в том же письме некую рукопись, что есть такая нормандская рукопись, и сэр Артрорда ревностно хранит ее в третьем ящике своего дубового стола и не дает никому к ней прикоснуться, хотя сам не в силах прочитать в ней ни одного слова. Вот. То есть вот лежит, и, да, никто не читает. А что касается названия Айвенга, это, собственно, почему, да, такое странное слово, он говорит, что это из одного стихотворения, так называлось, какое-то поместье, ну, в принципе, в романе тоже поместье называется. Имя это звучит странно, непривычно, а главное, не раскрывает интригу произведения, потому что, ну, в те времена модно было называть исторические произведения вот о чем там, да, то есть именами исторических персонажей, или место читатель уже заранее знал, о чем там пойдет речь, там, чем все должно закончиться, создавал себе какой-то образ, а Вальтер Скотт писал, что нет, я вот не хочу, чтобы читатель уже себе заранее все придумал, и потом расстраивался, что я не попал вот в этот образ, да, чтобы сюрприз. Да, и, конечно, да, как вы сказали, достаточно много исторически недостоверных каких-то моментов в романе, ну, давайте, может быть, пройдемся по самым таким вот, которые бросаются нам в глаза. Да, давайте я для начала хотела бы буквально два слова еще добавить по поводу названия, не конкретно этого, действительно, Скотт просто желал дать максимально нейтральный термин, что называется, ни к чему не привязываясь, создать интригу, тем более, что писал-то он о совсем другом, читатели привыкли к шотландской тематике, а тут он вторгается в совершенно иную область, и ему было желательно подстраховаться, он ведь даже первое время хотел опубликовать этот роман анонимно, и потом издатель все-таки сказал, что нет, нужно написать, что это новое произведение автора Уэйверли, для того, чтобы подогреть интерес публики, но Скотт вообще любил свои романы называть непонятно, Айвенга, Квентин Дорвард, кто знает этого Квентина Дорварда, он абсолютно вымышленный персонаж, Анна Герштейнская, Дева Мрака, но тут хотя бы намек на некую мистику, продаваемую весьма, и в рамках этого романа мистики более чем достаточно, впрочем, у Скотта она есть везде, в том или ином ключе, но давайте мы к социальным несоответствиям, собственно, первое, что бросается в глаза любому человеку, который открывает роман Айвенга, то, с чего начинает Вальтер Скотт, о чем говорят его герои в первой же сцене, это конфликт норманов и саксов, англосаксов, и вот этот вот конфликт, он автоматически воспринимался, любым читателем продолжает восприниматься как абсолютно исторический. Я никоим образом не хочу сказать, что саксы и норманы в правлении Ричарда Львиное Сердце жили уж совсем душа в душу, но потенциал их соперничества, он уже весьма поистратился, потому что мы говорим о самых последних годах, двенадцатого века, а нормандское завоевание это середина одиннадцатого века, то есть прошло грубо говоря сто пятьдесят лет и разумеется за эти сто пятьдесят лет боль саксов от потери должна была существенно ослабнуть и вообще подавляющее большинство специалистов считает, что Вальтер Скотт этот конфликт не просто так преувеличил, а это был его авторский замысел связанный как раз с привнесением современности он ведь шотландский писатель а как раз шотландцы в то время ощущают свою зависимость от англичан ощущают Шотландию как страну завоеванную и Вальтер Скотт очень много писал о вот этом вот стремлении вновь обрести свободу да и вообще он и в самом деле в значительной степени шотландец не только по фамилии по духу по своим каким-то стремлениям и поэтому осознавал он все эти реалии абсолютно иначе но вот даже то что мы читаем в романе здесь герои сами себя опровергают в начале Вальтер Скотт заявляет что саксы и норманы живут буквально как кошка с собакой между ними нет ничего общего а потом вспомните когда в жилище Седрика Бриан де Буагельбер начинает рассказывать о турнире в Святой Земле где английские рыцари вышли победителями и тут Седрик неожиданно обретает какое-то подобие патриотизма общеанглийского и когда зачитывается перечень рыцарей он восклицает а вот этот вот сакс стоп стоп восклицаю я как историк либо саксы полностью устранены от управления их нигде нет и они сидят по своим поместьям горюют и готовят революцию либо саксы отправляются знатные с Ричардом Львиное Сердце в крестовый поход и совершают там рыцарские подвиги вот либо так либо так но там уже не один сакс там их оказывается по-моему если я ничего не путаю трое но за двоих я поручусь потому что там был один точный сакс и второй сакс хотя бы по матери как отмечал Седрик и это опять наводит нас на размышления что если все так плохо то как же браки-то между норманами и саксами получается что браки заключаются и они в самом деле заключались достаточно регулярно и к тому моменту далеко не каждый дворянский род мог сказать что мы саксонского происхождения а мы нормандского да и короли когда называются нормандскими королями это все уже абсолютно не имеет отношения к реалиям того времени потому что считалось что с Генриха Первого уже вот этот вот подчеркнутый нормандский характер правления королей потомков Вильгельма Завоевателя он ушел потому что при Генрихе Первом были местные дворяне хоть и не в значительных количествах но все-таки возвращены в какое-то пространство управления государственных должностей да и браки начали в массовом порядке заключаться в том числе в королевской семье то есть вот эта вот вещь она достаточно скользкая она служит авторскому замыслу Скотта ну в том числе потому что если есть такой непримиримый конфликт то в нем ведь все смотрится гораздо интереснее чем если есть просто некие воспоминания о былом величии ну и безусловно отдельным абсурдизмом смотрятся планы Седрика Сакса по возвращению английского трона то есть здесь не имеет смысла даже что-то комментировать очевидно что они полностью абсолютно и до конца нереалистичны ну какая-то мечта, маниловщина да, то есть вот меня поразил вот этот эпизод что Седрик активно готовит мятеж против норманов они с Атлистаном едут спокойно обсуждают вот это свержение Анжульской династии что сейчас мы дождемся когда между ними начнется междоусобица и вышибем с нашего острова то есть серьезная такая политическая заявка то есть по идее ну и даже когда при встрече в конце романа с Ричардом то есть Седрик активно открыто сомневается в его правах на престол отказывается преклонить колено перед королем и говорит хоть ты потомок Матильды но прав на корону что-то не имеешь да, ну это же мятеж, то есть измена вот к нему король пришел но это не его замок Атлистана да, то есть король приходит к тебе приезжает в гости и ты такой, знаете вот вы хоть и потомок Матильды но я вас не признаю то есть вот открыто восстает против Ричарда и после вот этой забавной сцены воскрешения Атлистана и Седрик такой Атлистан ну скажи этому Ричарду Анжуйскому да, то есть не там английскому этому Анжуйскому что он не вступит на престол пока жив портомок Эдуарда исповедника, имеющий право его оспаривать ну это он про Атлистана ну конечно он у нас в гостях поэтому нельзя его обидеть или задержать в плену но это ведь мятеж и Атлистан ну как бы если бы такое могло быть случиться в реальности то есть представьте себе его состояние он же как бы тоже вассал Ричарда и Седрик ему такой ну скажи, скажи, что этот Ричард Анжуйский не вступит на престол, пока ты жив и Атлистан такой ну как, ну нет я признаю короля нашего Ричарда и в общем я буду править у себя в имении ну то есть сказал все правильно как должен был и сказать но даже чисто из инстинкта самосохранения ну в реальности, мне кажется и не могло быть такого эпизода если бы кому-то взбрело в голову там такое сказать что-то Седрику, то для него бы это кончилось все очень и очень плохо насколько я понимаю закон о государственной измене есть и в общем-то зная характер Ричарда Львиное сердце как его описывали хронисты абсолютно взрывной тут могло бы быть все что угодно начиная от попытки умертвить мятежного вассала здесь и сейчас но история она не имеет сослагательного наклонения в любом случае ничего подобного не происходило даже близко то есть может быть саксонские аристократы и обсуждали нечто похожее за чашей Эля где-то в узком семейном кругу но во всяком случае историкам неизвестно хоть о каких-то сколько-нибудь вышедших на поверхность реальных планов государственного переворота ничего подобного не было даже близко и не то что в правление Ричарда Львиное сердце который на престоле-то сидел достаточно прочно а в более ранние гораздо более тяжелые времена когда шла борьба за правление Англии между Матильдой дочерью Генриха Первого и Стефаном его племянником это же были десятилетия настоящей гражданской войны и тем не менее оба претендента были из Анжуйской династии и никаких третьих четвертых вариантов от саксов просто не рассматривалось вот да то есть я так понимаю вот этот эпизод то что вот он не вступит на престол пока жив хоть один там потомок того то есть это как бы для Вальтера Скотта наверное отсылки больше к кибетским восстаниям когда у приверженцев стюарта тоже была ну был такой настрой что вот пока жив хоть один там потомок стюартов никакие там немцы эти ганноверские значит не должны вступить на английский престол и то есть тогда это становится как-то уже понятно ну и вообще то есть литературоведы они прямо проводят прямые параллели да между вот Англия-Шокландия и норманной и саксы и когда читаешь этот роман то есть даже видно вот потому как вот норманно оскорбляют саксов да то есть это вот все те стереотипы которые англичане имели ну очень долгое время в принципе и до там двадцатого века о шотландцах то есть что вот мы англичане или мы норманны мы вот кушаем изысканно да мы отдаем предпочтение качеству а не количеству а вы там неотесанные горцы вы там пожираете все подряд и одежда у вас немодная да такая вся и манера у вас неотесанная деревенская то есть вот это вот все те стереотипы все вот над чем можно смеяться и меня просто вот действительно поразило когда я ну в детстве это так знаете это так не смотрелось это так не бросалось в глаза когда читаешь во взрослом возрасте то просто поражаешься что принт Джон их просто вот оскорбляет то есть они их там грубые саксонцы стадо саксонских рабов там стадо саксонских чего там быков он им говорил ну то есть какие-то вообще выражения которые неуместны даже в приличном обществе я бы сказала и говорить вообще в лицо вот это саксом да сильно преувеличено при том что саксы они все такие зайчики они никогда норманов не оскорбляют ведут себя очень прилично ну то есть казалось бы да цедрик он мог бы там что-то ответить да как патриот но нет никаких вот оскорблений они молодцы а норманы они вот прям вот из чадиада то есть самые плохие норманы это отцы убийцы это предатели это вот они людей пытают похищают то есть а самый ну даже неплохой а как бы такой ну не очень так себе сакс это вот Тольстан да потому что он такой уволен он ничего особо не хочет он не хочет вот восстановить саксонское величие ну ну вот то есть остальные саксы там все на голову его выше там в моральном и в моральном плане и боевой подготовки да ну это такая абсолютно распространенная что называется фишка английской литературы и не только литературы потому что если уж выбирали сторону в этом споре норманы саксы то выбирали ее достаточно яростно и мне приходилось читать и в работах конца 19 века что некий одобряемый автором король ну в данном случае речь шла о Ричарде Третьем это последний носитель истинного героического англосаксонского духа а вот норманы они действительно подлые двуличные ну и в самом деле очень тяжелое противостояние и вот это вот норманское завоевание которое муссировали как исторический аргумент буквально все вплоть до того что в парламентских дискуссиях и 18 и 19 века постоянно звучали отсылки к тематике ну естественно она трактовалась в зависимости от симпатий про нормандских или про саксонских того или иного политического деятеля и рознь между англичанами и шотландцами боже мой да она до сих пор есть я помню что в йорке английском натолкнувшись на продавщицу с которой я никак не могла договориться относительно фасона пиджака в итоге подошла заведующая магазином которая сказала неудивительно что вы не можете ее понять она из Эдинбурга то есть вот вам классический пример английского абсолютного снобизма потому что вот раз не может объясниться с покупателем то это потому что она шотландка у них слышно ирландцев шотландцев у них слышно сильно то есть я это тоже заметила в Англии ну хотя не так чтобы конечно слышно но уж не до такой степени чтобы это мешало и создавало какой-то коммуникативный барьер то есть в данном случае это чисто была такая дискриминация мне показалось что это была чистая дискриминация и в общем-то в эпизоде в значительной степени была виновата я потому что я не так хорошо владею именно бытовой лексикой и что-то показывала на пальцах да и в конце концов очевидно что речь шотландцев не так экзотична как речь например водителей британских такси которые все выходцы из Индии их я первое время вообще не могла понимать в силу акцента с которым я не сталкивалась в больших количествах какого-то тоже специфического построения фраз ну и собственно что им же наверное никто не говорит что у вас не такой английский хотя бог с ними давайте мы наверное ближе к венга да то есть вот в самом конце еще хотела упомянуть эпизод то есть вот они все там сэдвик их ненавидит 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 норманов а в конце вальтер скотт пишет что вот ну вот да ну норманы они конечно плохие они вот саксов завоевали саксов в своем праве на своей земле да норманы ужасны но есть если есть хороший король да который вот относится к саксам прилично принимает их за равных потому что про остальных норманов писал что они вообще саксов за людей не считают там хотят их истребить ну то есть очень плохие вещи а тут появляется хороший норманский король ричард который прилично отнесся к сэдвику позаботился о нем спас его от эльстана и равену да помог спасти из лап норманов и конечно с таким королем с таким королем можно иметь дело и в самом конце он пишет что отвращение сэдвика к норманской династии стало ослабевать он видел что избавиться от него нет никакой возможности а король оказывает ему большое внимание и сэдвик смирился вот и то есть ну это явная отсылка к современности я так понимаю то есть он пытается найти какие-то вот точки примирения да между англичанами и шотландцами как-то сгладить вот эти вот конфликты и он в романе тоже говорит что да посмотрите норманы они же конечно нехорошие но посмотрите они у них более развитая культура более развитая там цивилизация оружие у них хорошее а у саксов у них ну не просто ладно у них одежда не модная у них рабство до сих пор у них вон люди в ошейниках ходят то есть так что ну все-таки видимо как-то норманы тоже что-то привнесли хорошее в Англию привезли что-то привнесли хорошее в эту культуру там бог с ней там с разницей в языке и так далее вот то есть получается это да наверное вот эта фишка Вальтера Скотта то что он пытается в исторических реалиях описать проблемы современности он видимо в данном случае очень это преувеличил да это и то что делал его романы интересным понимаете когда люди читают о своих собственных проблемах опрокинутых в прошлое немножечко переработанных так поэтому его романы и были мегабестселлерами они конечно не о прошлом как таковом а там ведь фактически вот эти вот главные герои это люди современно мыслящие на месте которых каждый может представить себя с проблемой Англии Шотландии с естественным выходом давайте все-таки объединяться потому что мы ничего не можем с этим поделать ну и так далее да вот такие ну и кстати вот этот образ Ричарда раз уж мы заговорили о вот этом хорошем короле который такой умничка радеет за Англию и вот он может объединить романа норманов и саксов то есть образ Ричарда в этом романе он же абсолютно недостоверный ну более чем это образ легендарного хорошего короля потому что Ричарду львиное сердце ему безмерно повезло он был королем который полностью отвечал чаянием эпохи об идеальном монархии ну фактически полностью был выдающимся воином это правда красавцем трубадуром и прочее и прочее но совсем не был многим из того как и не обладал многими качествами которыми его награждает Вальтер Скотт конечно Ричард вовсе не был английским патриотом в его государстве были собраны очень разнородные территории и по мнению всех абсолютно современных историков он гораздо больше ценил французскую часть своих владений чем английскую он на нее гораздо больше ориентировался проводил там на порядок больше времени собственно в Англии это Ричард пробыл совсем-совсем чуть-чуть где-то в районе года как подсчитали историки за все свои 10 лет царствования я и даже английским языком не владел на Квитанском говорил вот этом южно-французском а вот тот который так сказать саксонский английский вот это вот все он да вот я тоже читала и что он пробыл там даже не то что годом даже меньше потому что он правил всего 10 лет да то есть мы смотрим он там вот Генрих там второй в июле умер Ричард короновался в сентябре и уже 11 декабря он отплыл в Кале в Третий крестовый поход момент романа вот это 1194 года пока что его никто не видел он как бы правил три месяца правил-то три месяца но до этого же он тоже в Англии появлялся естественно его знали но он безусловно не был тем вот каким-то истинно национальным государем конечно же это фантастика и был менее гораздо рыцарственен чем Вальтер Скотт показывает то есть героическая эпопея по возвращению одинокого короля инкогнито из крестового похода она ведь абсолютно фантастична и из нее удалена главная женщина в этой истории Алейнора Квитанская о которой вы уже упоминали да и вообще королю неприлично попросту возвращаться вот так вот в свое государство бросаться на какие-то подвиги помогать крестьянам и разбойникам между прочим разбойникам штурмовать замки но и власть королевская там преувеличены и верноподданические чувства радикально потому что каждый раз когда Ричард объявляет себя королем автоматически это приводит к тому что все начинают приносить ему присягу верности все оказываются у его ног включая тех же самых криминальных персонажей но не только это удивительно для историка читать о том как в конце романа Ричард львиное сердце наводит порядок в замке ордена тамплиеров это нечто абсолютно немыслимое потому что вообще-то на привилегии церкви монархи если и покушались то по мелочам а уж тамплиеров не трогал до Филиппа четвертого никто и то Филипп четвертый красивый который запретил орден тамплиеров он все-таки достаточно долго готовился к этой акции она была подкреплена соответствующими силовыми методами здесь же мы видим какую-то абсолютную фантастику что светские власти каким-то образом проводят суд над прецептором ордена тамплиеров Альбертом Мальвуазеном который вообще не подсуден светским власти никогда и ни при каких обстоятельствах это привилегия духовенства быть судимой только духовным судом она ведь сохранялась достаточно долго во всяком случае прецедорах она еще была за что я могу поручиться вот и фактически Ричард заставляет главу ордена тамплиеров покинуть прецепторию то есть это какая-то фантазия возведенная в абсолют ничего даже близко похожего не могло быть как собственно фантастичная сцена верноподданнических чувств разбойников правда англичане это очень любили про верноподданнические чувства настоящих разбойников вот в истории моих любимых воин роз есть эпизод легендарный абсолютно когда королева Маргарита Анжуйская с маленьким принцем Эдуардом на руках будто бы едва ли ни одна бежала с поля битвы и в лесу постречался ей разбойник которому она открылась и вверила честь своего короля и вот он их проводил не чиня им никаких обид в общем такой достаточно бродячий сюжет но безусловно даже если мы будем ориентироваться на какие-то средневековые реалии сам Робин Гуд тоже окажется далеко не столь прекрасным персонажем безудержно настолько романтизировать его начали пожалуй после Вальтера Скотта а так давайте я вам приведу конкретный пример есть одна из баллад о Робин Гуде Робин Гуд и лесники сюжет ее достаточно прост Робин Гуд инкогнито как это у него часто бывает оказывается в кабачке где пьют лесники и затевается состязание стрельбеза которые полагается достаточно весомый денежный приз ну как вы догадываетесь дальше Робин Гуд выигрывает а лесники будучи людьми по природе подлыми лживыми мерзкими гадкими дело-то в нормандских законах о лесах которые действовали все средневековье и в соответствии с ними ничего нельзя было делать в лесу что население разумеется страшно возмущало и все там браконьерствовали лесники с этим боролись в общем за счет этого их и не любили все так вот лесники в соответствии со своей античеловеческой природой деньги не отдают и как вы думаете что происходит дальше что делает наш благородный разбойник поубивал их всех да что в общем-то не то чтобы хорошо во всяком случае с точки зрения человека современного потому что одно дело не отдали приз за состязание в стрельбе и другое дело положить вообще всех тех кто в этом состязании участвовал и их друзей которые присутствовали просто рядом как-то жестко как говорит современное поколение но это вот миф о жестоком средневековье что там слово сказал тебе так что это их собственный миф я просто к тому что Робин Гуд был далеко не таким паинькой ведь у Вальтера Скотта он отдает деньги он не грабит саксов там тоже было такое что кто-то ой по-моему вам бы когда они ехали значит освобождать Теревеку к этим тамплиерам или когда они в замок к Тельстану ехали там тоже было что он говорил королю что вы посмотрите вот эти разбойники они не такие умнички как кажется на первый взгляд то это то есть это они сейчас с вами такие это они сделали сейчас хороший поступок помогли вам освободить ваших там друзей или кого-то да и но так у них на одно хорошее дело приходится там одно плохое дело а то может быть и не одно просто вы этого там не замечаете вы об этом не знаете а так они разбойники то есть все-таки вот это как бы проговаривается меня удивил знаете какой эпизод вот когда они там тоже в конце сидят и разбойники они пируют вместе с королем и такие на равных практически общаются все нормально мне это опять же художественный такой вымысел да естественно демократизм 19 века искусственно привнесенный в материал 12 потому что разумеется социальные дистанции они всегда закреплялись вплоть до того что люди разных сословий одевались по-разному где-то это даже законодательно закрепляли как например во Франции Филипп 4 красивый умудрился издать указ который регламентировал форму одежды в зависимости от социального звания ну я имею ввиду кто может носить мех горностая кто мех куницы кто мех белки кто золотые украшения кто не может носить золотые украшения давайте чтобы была ясна социальная дистанция я вам приведу конкретный пример правда как обычно из истории воин роз потому что меня туда тянет но он именно про дистанцирование и так король Эдуард IV Йорк он слыл необычайным демократам и одним из высших проявлений его демократичности было то что он однажды позвал к себе на королевскую охоту мэра Лондона то есть смотрите ни разбойника какого-то нет более чем уважаемого человека был с ним чрезвычайно любезен затем после охоты разделил с мэром трапезу и даже приказал ему какие-то кушенья завернуть с собой и это было настолько комплементарно для сознания лондонцев что об этом написали все хроники в самых-самых восторженных выражениях и даже там где основной текст чрезвычайно краток этот эпизод выделяется своей отчетливой эмоциональной окраской что вот это час нашего торжества а здесь мы пытаемся вообразить короля перующего с разбойниками ну на то он и абсолютно такой литературный персонаж да и он конечно безземельный не так плохо как его показал Вальтер Скотт безусловно и разделение там искусственное абсолютно потому что создается впечатление что Ричард за Саксов а Иоанн только за Норманов это как-то совершенно не находит подтверждения в историческом материале но разумеется не только Саксы и Нормана там же есть разительные другие исторические несоответствия давайте мы о них немножечко поговорим есть два духовных ордена которые появляются у Вальтера Скотта но которые не существовали на момент царствования Ричарда Львиное Сердце это францисканцы они там упоминаются несколько раз например Приора и Мер был впервые замечен на страницах Айвенгов во францисканской рясе Вамба передевается в монаха францисканца но Святому Франциску то на тот момент было всего 12 лет до того момента когда он начнет проповедовать и основать свой орден еще нужно дожить точно так же и Фрунде Беф упоминает что его предки жертвовали на строительство кармелитского монастыря но и кармелитов тогда еще нет но нет в Англии да 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 это такие ни к чему не обязывающие вариации а вот над тамплиерами конечно Вальтер Скотт поработал куда серьезнее и здесь чувствуется что они ему чрезвычайно не нравились как не нравятся истинному патриоту англичанину любые иностранные влияния тамплиера же очевидно орден имеющий французскую базу туда поначалу и принимали это французов и в общем показан он чрезвычайно темной краской создается впечатление что рыцари этого ордена творят абсолютно все что хотят а в реальности тамплиеры подчинялись достаточно строгой дисциплине то есть конечно магистру не удавалось в полной мере держать их в ежовых рукавицах и с абсолютной строгостью соблюдать устав но так как у Вальтера Скотта и еретические беседы они ведут являются тайными безбожниками о чем Брианда Болгемберг говорит фактически открыто и светскую одежду носят Брианда Болгемберг там ведь появляется во французской шапке в туникине относящиеся к одеянию его ордена это чрезмерная вольность такого вряд ли можно было представить да даже сам наряд тамплиеров то есть простите наряд здесь абсолютно неуместное слово рыцарский плач тамплиеров показан Вальтером Скоттом как-то экзотически Брианн сначала в некоем вымышленном красном плаще какого-то неизвестного ордена а зачем почему-то в Тевтонском хотя Тевтонского ордена еще не было но черный крест на белом фоне это ведь Тевтонский орден причем крест сделан из дорогой ткани что естественно запрещалось уставам ордена но вы знаете это еще цветочки по сравнению с тем как выглядит сам Буагельберг он ведь там исключительно мужественный брутальный персонаж пленяющий сердца юных читательниц ну во всяком случае в мое детство в подростковый возраст Брианн де Буагельберг Альберт Мальвуазен и вся эта компания были у девушек гораздо популярнее самого Эвенга так вот Брианне де Буагельберг у них хватает танзуры а она должна у него быть и это конечно его мужское эго бы существенно опустило на несколько ступеней ну да такой как плешью понятно что танзура но выглядит это да не так привлекательно ну и опять же сразу показывает духовный то что он принадлежит какому-то духовному ордену носит духовный сад и вообще ему все это нельзя то есть женщина увидев как бы танзуру она к нему и не отнеслась бы серьезно в том плане вот как он надеялся ну впрочем скотт он же и критикует их как раз устами вот магистра тампрельеров что они одеваются роскошно хорошо кушают на охоту ездят что им вообще запрещено да там какие-то все развлечения даже женщины у них там есть вот то есть это описывается как вот такие пороки ордена что они вроде бы как и духовный орден хромовники но вот такие вот все порочные нехорошие и фу такими ну степень испорченности хромовников она серьезно преувеличена потому что безусловно отступления от устава случались и карались самими членами ордена но мы-то здесь видим что Брианда Буагельбер занимает в ордене высокое положение по-настоящему и даже рассчитывает до всей этой неприятной истории когда-нибудь стать главой ордена и именно поэтому сложно себе представить что являясь значительной степени лицом этой духовно-рыцарской корпорации он ведет себя настолько вольно да бог с ней с охотой Вальтер Скотт подает как само собой разумеющийся факт участия тамплиеров в турнирах а ведь это их устав тоже строжайшим образом запрещало ни о чем подобном помыслить было нельзя здесь конечно если бы тамплиеры в турнирах не участвовали то нужно было бы как-то переделывать сюжет либо выводить на место тамплиеров неких светских рыцарей ну не сложилось но все-таки не так они были плохи как их показал Вальтер Скотт то есть ну там действительно у Байгельбера сплошные неувязки вот если мы вдумаемся что он обещал Ревекке это же абсолютно неосуществимые какие-то воздушные замки и если попытаться проанализировать ее поведение рационально отвлекаясь от чувств девушки то она ведь была сто раз права потому что абсолютно ничего Байгельберг предложить ей не мог естественно ну это понятно то есть там он такие какие-то нереальные вещи говорит понятно для чего все это и ну хорошо что Ревека она хоть немножко здравого смысла есть мне кажется это легко было догадаться ну это один из самых симпатичных и выразительных персонажей в романе Вальтера Скотта Ревека недаром читательницы Вальтера Скотта были недовольны тем что Айвенга предпочел Равенну а не Ревеку потому что Ревека казалось им куда выше своей соперницы и даже писали Скотту говорят возмущенные письма что как она так можно да как вот ну мы уже о Ревеке заговорили то есть Скотт описывает это так что поскольку она еврейка то есть вот эта вся линия с евреями она у него очень подробно так хорошо прописана занимает достаточно много места в романе и он пишет что да он был сражен ее красотой пленен она его спасла она его лечила то есть казалось бы ну все предпосылки влюбиться но он тут же уточняет что он не мог ну просто вот по естественным так сказать причинам испытывать к ней никаких чувств потому что он христианин а она еврейка ну теоретически не мог но вы же понимаете что как только мы говорим о чувствах слово не мог испытывать оно не имеет ни малейшего смысла вот не мог жениться на еврейке это аргумент а не мог влюбиться в еврейку это уже совершенно другое безусловно к Ревеям относились крайне пренебрежительно тут никаких сомнений нет эта тема она конечно же в том числе для Скотта была значимой потому что в общем-то и в девятнадцатом столетии вполне можно говорить о неполноправии евреев в рамках Великобритании но вот если вернуться к ярким историческим несоответствиям читательницы то они не смотрели на ситуацию глубоко им просто хотелось чтобы романтически душевно сердцем Айвенга выбрал ту что казалось им на порядок более интересной в конце концов у Ревекки же был шанс принять христианскую веру я не имею ввиду логику этого персонажа я имею ввиду логику читательниц Вальтера Скорта она действительно выглядит намного привлекательнее чем Равена то есть вот мы когда потом поговорим о фильме то есть там они просто объединили эти два персонажа и Равена становится ну хоть какой-то характер приобретает но это все вне от Ревекки потому что в романе Равена это что сначала она гордо стоит потом она гордо сидит потом гордо плачет все она понимает что она там не может ну никак она во власти вот этого Деброси да и все он там может с ней сделать все что хочешь она что начинает она начинает плакать то есть Равека в этой ситуации встает на парапет и говорит а я сейчас спрыгну и посмотрим кто из нас выиграл да то есть а это такая плачет и все и там ручьи и слез и потом в конце когда уже там ее освободили она опять гордо сидит да вот то есть вот вся Равена ну естественно Равека она такой прекрасный она страстный персонаж она умная она много всего умеет она умеет лечить она то есть она образованная там не знаю читает вот хорошо много знает она вообще женщина не 12 века потому что конечно 12 век в большинстве своем да мы играли все же подчиненное положение да с одной стороны у нас есть культ прекрасной дамы у нас есть рыцарская традиция отношения к женщине но давайте не забывать что она довольно сильно менялась в зависимости от локации то есть в южной франции в аристократических семьях в близких ко двору кругах безусловно культ прекрасной дамы был широко распространен но как только мы в провинцию даже французскую уходим сразу же оказывается что от женщины требовалось абсолютно иное целомудрие послушание материнство подчеркнутое и в Англии в общем-то примерно так же дела обстояли то есть здесь как раз достаточно свободная такая эмансипированная Ревекка она выглядит не вполне логично как собственно нелогично выглядит и предполагаемая кара за ее врачебное искусство помните там Ревекку собирались сжечь на костре что вызывает у историка двойной вопрос во-первых от чего почему зачем ведь сколько нибудь массовые преследования за колдовство на британских островах начались заметно позже об этом можно говорить разве что с 15 века и то это были немногочисленные случаи пока то есть в рамках средневековья Англия почти избавлена от охоты на ведьм а здесь же мы видим практически серийную картину помните Мириан учительница наставница Ревекки и сам факт связи вот этой ученицы наставницы он уже является поводом заподозрить Ревекку тоже но еще один момент чрезвычайно важный в Англии ведьм вешали они сжигали во всяком случае в подавляющем большинстве и ну конечно костер выглядит эффектнее конечно спасший даму от костра кажется спасителем даже в большей степени чем спасший ее от петли но в петле неэстетично она смотрится или она там стоит у столба привязанной там языки пламени или она такая висит такая да не так красиво вот ну в общем этот эпизод конечно весьма такой произвольный сложно сказать ну наверное зрелищность действительно подтолкнула Вальтера Скотта к тому чтобы именно сожжение намекнуть на массовый характер этих преследований ведь нельзя сказать что вообще за колдовство не преследовали в этот период но оно скорее рассматривалось в зависимости от результата то есть как преступление и кара была примерно одинаковой за отравление или за отравление совершенное при помощи некоего колдовского зелия за убийство за убийство совершенное при помощи колдовства еще не приравняли колдовство к какому-то отдельному греху не сделался обязательно в глазах преследователей договор с дьяволом ересь как некий фундамент в общем до тех тяжелых времен еще далеко да то есть это все гораздо позже да какие еще какие-то несоответствия по крупным мы с вами прошлись то есть бесконечно конечно можно мучить бедного Вальтера Скотта который написал безусловно гениальный исторический роман и вспоминать что когда например Седрик Сакс говорит клянусь варнхольмским крестом то этого креста еще не было варнхольмском мне здесь скорее хотелось бы сказать завершая тему исторических несоответствий что конечно их с одной стороны достаточно быстро выловили потому что речь идет о довольно крупных вещах а с другой стороны это никак не повлияло на репутацию романа в глазах широкой читающей публики да и вообще сам Вальтер Скотт говорил с предельной прямотой что только дурак будет изучать историю по моим романам он прекрасно осознавал что он не писал аккуратный с исторической точки зрения текст да и публика от него такого не ждала потому что если бы все было безупречно то наверное это было бы очень скучно а уж для 19 века роман Айвенга просто удивительное сочинение буквально глоток такого свежего воздуха приключений каких-то необычных пейзажей необычных обстоятельств ну вот благодаря тому что очень много писалось говорилось о несоответствиях его и перевели к концу 19 столетия уже в такую юношескую литературу каковой он в общем и продолжает считаться до сих пор ну кстати да для вот детей юношество просто вот прекрасная книга и я думаю многие действительно ну может молодого поколения нет ну вот не знаю люди нашего поколения там или более старшего то есть это сыграло как-то какую-то роль в жизни оставила какие-то определенные эмоции кому-то может быть даже привила вот кстати многим людям привила любовь к истории любовь к средневековью несмотря на то что вот исторические детали не соответствуют но нам это не важно нам нужна красивая история то есть как ее подать и в советском фильме вот наверное да они именно это и сделали потому что мы видим вот смотрим фильм если особенно сначала почитать роман тут же смотришь фильм и сразу видно что сценаристы вообще максимально упростили сюжет сократили количество героев то есть в романе там много сюжетных линий советские сценаристы безжалостно вырезали большинство из них вот кстати единственное что зря наверное убрали вот это вот с евреями там где Равека и Са ну мне кажется там есть какие-то такие моменты которые они в принципе и с точки зрения историчности потому что вот эту линию Вальтер Скотт прописал достаточно ну исторично нет ну Скотт-то прописал но подумайте разве в СССР начало 80-х годов возможно было настолько аффектированно обсуждать еврейскую тему для меня как раз это абсолютно очевидно что еврейская проблематика должна быть удалена из этого фильма для того чтобы он мог спокойно выйти в прокат иначе было как сказка или не ну с одной стороны да наверное вообще даже непонятно вот это мне кажется главная любовная линия в романе вот это очень драматично это вот что Брианде Боя Гильбер да тамплиер он влюбляется в еврейку и то есть для советского человека ну который там во-первых ну просто в обществе мало служителей какой-то религии да мало вообще священников которые тем более не могут вступить в брак это во-первых а во-вторых ну как бы ну влюбился в еврейку ну что да то есть ну как объяснить а что такого да то есть вот любой советский ребенок он прочитает о Венгу он выйдет во двор у него там в каждом подъезде этнически смешанные семьи вон детишки бегает то есть он совершенно не поймет всей этой трагедии а вот западный фильм кстати вот он я не знаю голливудский или какой англо-американский то есть там он того же 82 года и он начинается со сцены с евреем когда Исаак вот в этой своей желтой шапке едет по лесу и то есть вот там все это присутствует потому что допустим западной культуре это все еще понятно и даже ну скажем Европа да вот какое было отношение к евреям там скажем в 40-х годах да то есть кто-то это еще помнит из зрителей но даже не в евреях дело а скорее вот в этой дискриминации потому что этнические конфликты на тот момент на 82-й год они и в Европе они и в Америке они присутствуют и допустим какому-то американскому зрителю может быть там из Южного Штата ему это понятно для него это вот как их католический епископ влюбился в чернокожую девушку то есть это примерно такой же ужас кошмар драма и страшный вообще общественный конфликт это очень порицается обществом то есть им это было понятно поэтому это в фильме есть наверное это не только непонятно с точки зрения советского зрителя и советской линии генеральной линии партии это и было бы и политически некорректно не только потому что в Советском Союзе как известно формально не было еврейского вопроса хотя он на самом деле разумеется был вот но это это та сюжетная линия которая ну точно не могла бы выйти на широкий экран то есть это был бы провал фильм бы лег на полку еще на стадии чтения сценария поэтому более чем понятно исходя из того контекста что еврейская тема должна была уйти ушла и тема конфликта норманов и англосаксов потому что тогда естественно зрителю бы пришлось дополнительно объяснять кто это такие почему у них конфликт это бы утяжелило сюжет и вообще давайте не забывать о том что это 90 минут и довольно ограниченный бюджет по-видимому изначально то бюджет планировался побольше но все-таки в итоге он оказался не столь заметным и то что они были вынуждены ужиматься это видно иногда по фильму но в любом случае избавившись от вот этих вот двух конфликтов история стала более логичной там исчез любовный треугольник где Айвенга некоторым образом мечется между чернокудрой Ревеккой и белокурой Равенной это абсолютно такой топос для романтической литературы там как правило есть две соперницы борющиеся за сердце главного героя одна прекрасная невинная чистая блондинка другая гораздо более живая и интересная брюнетка и кстати по законам жанра выбирать нужно блондинку как обычно там и происходит вот но с другой стороны действительно для современного вот тем событием советского зрителя это было бы чрезмерно какие норманы какие англосаксы это история про рыцарь про то как их представляли и вообще это не просто прекрасная сказка о средневековье давайте не забывать что и Вальтер Скотт у нас популярен едва ли не больше чем на родине я к тому что его читали захлеб еще члены нашей императорской семьи и дальше он благополучно продолжал переиздаваться и в отсутствие каких-то других исторических романов тоже продолжал считаться эталоном но ведь начало 80-х годов мы же еще начинаем продолжаем с придыханием смотреть на запад то есть это некая сказка о красивой жизни вот как у них там всегда все было замечательно свободно и прочее прочее вот эти вот интеллигентские вариации они там расцветают пышным цветом мальчики и девочки шестидесятники дорастают до сознательного возраста и начинают рассказывать вот такие вот великолепные истории она совершенно не проигрывает от идеализации но это идеализация по сравнению с Вальтером Скоттом и безусловно сюжет-то он очистившись от саксонского норманно-саксонского конфликта очистившись от еврейского вопроса становится куда более понятно не только в силу отсутствия любовного треугольника читатель зритель наконец сможет для себя прояснить две важные вещи во-первых почему Седрик выгнал сына из дома то что для советского человека объяснить что сына можно выгнать из дома потому что есть проект женить двух наследников царствующих династий и в каком-то фантастическом мире попытаться захватить английский трон это ну нереально абсолютно если из-за этого еще родного ребенка из дома выгонять то Седрик кажется абсолютным каким-то самодуром не сдвигаемым что в общем и можно поставить ему в вину в книге здесь же все понятно сын совершил предательство будто бы способствовал пленению Ричарда Львиное сердце и поэтому отец от него отрекся идеальное развитие сюжета наконец у счастья понятен конфликт Бриана де Буагельбера и Айвенга Бриан это все и сделал и Айвенга пытается заставить его сказать правду то есть опять же все на месте нет никаких сюжетных дыр даже на турнире Айвенга говорит ты сейчас расскажешь всю правду о короле Ричарде или умрешь кстати Айвенга в фильме это гораздо более энергичный персонаж в книге он вообще большую часть времени просто пребывает раненым и делает какие-то не самые лучшие вещи например девушку пытается заставить смотреть через окно замка когда там стрелы летают и в общем ее могут легко ранить ему до этого есть конечно какое-то дело но посмотреть важнее поэтому пусть она там стоит и рассказывает ему что происходит потому что ему вообще-то скучно здесь лежать но он говорит там прикройся возьми там чем-нибудь прикройся да вообще-то удачно пущенная стрела щит может и пробить это так кстати о птичках ну да интересно ну здесь да здесь и венгу он что-то делает и здесь опять же у них с Буагильбером еще и за Равену идет конкуренция то есть Буагильбер влюбляется уже не в Равеку а в Равену что тоже гораздо более понятно потому что влюбиться в знатную даму он рыцарь храма ему нельзя но там хотя бы остальные конфликты отсутствуют да действительно и все это гораздо проще становится логичнее ну вот предательство придумали все это да наверное для фильма действительно это смотрится опять же да они берут объединяют ну не знаю но Равена в советском фильме она конечно очень сильно выиграла от того что ей добавили вот эти вот черты Равеки да то есть их объединили хотя вот все равно мне Равеку жалко это очевидно что фильм он просто про другое он просто про вот такую вот красивую мечту о подвиге и любви он про конфликт благородных людей и негодяев и этот конфликт безупречно иллюстрирует песни Высоцкого значит верные книги ты в детстве читал но там даже понимаете там даже злодеи вот на мой свежий взгляд нынешний кажется гораздо более интересными чем в книге потому что в фильме принц Джон злодей так злодей он оказывается умудрился организовать похищение и пленение своего брата а не просто сидел в Англии и тихо строил козни то есть в общем злодей такой достойный героя ну смотрите в романе он тоже сильный злодей во-первых вот этой по этой линии нормана саксы он постоянно оскорбляет саксов он делает все плохо по саксам и даже Вальтер Скотт его даже обвиняет не только в вражде саксов и норманов но даже Англии и Ирландии потому что он говорит что отец еще раньше направил принца Джона в Ирландию то есть ему Гену их второй дал Ирландию чтобы принц Джон там завоевал значит доверие местных установил с ними отношения принц Джон что сделал вел себя там очень плохо ирландцы на него обиделись и вот оно оказывается вот это все откуда вот корни вот этой вот англо-ирландской вражды которая в 19 веке как мы понимаем она тоже все еще очень серьезна потому что наполеоновские войны Франция рассматривает Ирландию как союзницу да то есть которая поможет ей победить Англию а Ирландия рассматривает Францию как союзницу которая там поможет ей получить независимость так что здесь тоже Вальтер Скотт конечно в этом плане принц Джон по-моему вообще из Ча Диада ну и в конце он опять же Фитсурсу говорит что ага надо разобраться с Ричардом пока он там своих свою дружину не собрал и бегает один по лесам нужно его как-то поймать захватить и вот решить эту проблему да то есть вот то есть это идет уже покушение опять же как и в фильме на свободу короля может быть даже на жизнь короля нехороший человек да ну в общем он действительно нехороший в обоих вариантах но лично на мой взгляд в фильме он смотрится несколько более фактурно ему даже лет прибавили ну зачем он желает что на 10 лет Ричарда да он вообще принцу Джону если мы пройдемся по датам ему должно быть 27 а в фильме он выглядит ну по меньшей мере на 45 я не так хорошо определяю возраст визуально но во всяком случае не 27 это точно вот это вот такой вот злодей-злодей абсолютно классический как Ричард там классический герой который сознательно возвращается из крестового похода без войска с одним верным оруженосцем у настоящего-то Ричарда это получилось не от хорошей жизни да и вообще там абсолютная сказка но вот помните напряженный эпизод когда Айвенга появляется на турнире в Ажбе в последний момент в фильме это вот уже совсем фантастика фантастика начнем с того что Айвенга на турнирное поле прибывает прямо на боевой лошади и в доспехах да бедное животное оно бы уже умерло от натуги все же прекрасно знают что на боевого коня садились непосредственно перед боем или непосредственно перед турнирной схваткой и в доспехах никогда не путешествовали если не было серьезной опасности а так в общем-то ограничивались кольчугой потому что банально тяжело и неудобно но смотрите там же он появляется когда принц Джон уже говорит победителем турнира объявляется и тут вот он рисуется наш героический будущий победитель но давайте не забывать о том что турнир это абсолютно формальная процедура и здесь он показан фантастично даже по сравнению с тем что было у Скотта Скотта просто взял более поздний образец турнира из времен расцвета рыцарства все эти конные ошибки и прочее это скорее отсылает нас к реалиям 14 века как собственные шлемы с отстегивающим забралом да и вообще у Скотта аноним участвует в турнире это невозможно категорически необходимо было объявить свою личность для того чтобы Герольда убедились что у этого рыцаря есть необходимое количество поколений знатных предков и он может принимать участие в всей благородной потехе но если мы берем наш фильм то турнир же совершенно формальная такая вещь сначала происходят схватки потом эти схватки заканчиваются потом происходит совещание организаторов в зависимости от того как устроен какой-то конкретный турнир и выносится решение о победителе если в момент победителем турнира объявляется появится кто угодно пусть сам Ричард в виное сердце это ничуть не изменит уже принятого решения что все оно прошло это как явиться к концу творческого конкурса с свеже написанной работой в зубах вот он я прочитайте дополнительно разумеется все это невозможно ну и конечно Айвенга здесь более хорош потому что действительно побеждает Бриана до Бога Гильбера на турнире никакой лопнувшей подпруги в этом смысле ведет себя отчасти непонятно потому что он никогда не сводит Бриана и Айвенга в настоящем поединке они вроде бы и дерутся дважды даже трижды если считать происшествие в Святой Земле но у Бриана дважды лопается подпруга и под финал он сам умирает видимо от инсульта тоже странная такая смерть для романа ну то есть может быть для начала девятнадцатого века вот это вот как бы что вот судьба его наказала или вот сам он себя настолько вот замучил что не выдержало там сердце или что-то но с нашей точки зрения ну как-то да сидел-сидел на коне вдруг раз там упал ну может может быть действительно инсульт но какой-то такой вот странный такой бесславный конец впрочем может как раз на это и рассчитывалось на это рассчитывалось потому что у истории должна быть мораль мы же говорим о викторианском фактически романе пусть это формально еще не в строгом смысле викторианской эпохи но все принципы уже присутствуют должен быть порог наказан добродетель должна восторжествовать ну а некоторые небольшие художественные натяжки которые автор позволяет себе для того чтобы покарать порог и возвысить добродетель ну на них не стоит обращать внимания в принципе да художественный образ да то есть получается да советский фильм то отдельное произведение если мы его рассматриваем как вот мало относящиеся книги советское представление о рыцарстве прекрасное и саундтрек да то есть саундтрек действительно вот песни Высоцкого он тогда в начале восьмидесятых по-моему ну я маленькая была совсем не помню но вроде бы он на пике популярности да то есть вот вторая половина семидесятых восьмидесятые годы в принципе еще я помню из своего детства там вот до десяти лет как все обожали Высоцкого и поэтому уже фильм саундтреком Высоцкого где там столько песен вот его голос вот это все то есть он должен был производить впечатление на советского зрителя стратегия пошла в народ вот эти вот ролевые игры за рыцарей где на роли героев назначали себя а на роли злодеев назначали врагов так и в самом деле буквально весь советский союз востругивал мечи из дерева я востругивала мечи из дерева сама действительно на 19-е годы востругивала у меня было увлечение больше дюма ну со шпагой проще это крутик но все равно было дело в детстве в общем прекрасный фильм оказал у нас большое влияние впрочем роман тоже прекрасный Вальтер Скотт да молодец и нельзя конечно не в данном случае недооценивать его заслугу в том числе как основателя романа исторического жанра исторического романа потому что после Скотта оно все пошло совершенствоваться и современные исторические романы ну допустим 20 века то есть если они хорошие и качественные то мы видим действительно большую работу авторов которые углубляются в исторические детали да прописывают все исторически точно и получаются хорошие и качественные произведения которые тоже отлично приятно читать да Елена спасибо большое за интересную увлекательную беседу спасибо вам всем пока всего хорошего спасибо за субтитры спасибо за субтитры